Доброе утро! Спасибо, что этот день вы начинаете вместе с ОРТ. В эфире новости дня в студии Наталья Мороз. Сегодня вновь столбики термометров покажут минус 32 градуса. Сотрудники МЧС предупреждают жителей области об усилении ветра. Его порылы будут достигать 22 метров в секунду. Во многих районах пройдут метели. Из-за морозов в некоторых школах рекомендовано отменить занятия. Напоминаем, что следует руководствоваться официальным графиком температур. Согласно нему, для учащихся начальных классов температура должна быть минус 25 градусов. Школьники с 5 по 8 класс могут остаться дома, если на столбиках термометра минус 28 и ниже. И для старшеклассников отменяются уроки уже при температуре минус 30 градусов. Район сегодня официально откроют. Его строительство завершено. Длилось оно несколько месяцев. Все это время мы наблюдали за ходом работ. Напомню, старый мост был разрушен во время весеннего паводка. Люди оказались отрезанными от районного центра. Летом здесь установили паром. Затем временный понтонный мост и одновременно шло возведение капитальной конструкции. Что из этого получилось, знают мои коллеги. Ольга Энгельс и Владислав Горбунов одними из первых проехали по новой переправе. Этот мост жители Нижнеозерного ждали несколько месяцев. Прошлой весной старую конструкцию уничтожила во время ледохода. Теперь железные сваи заменили на бетонные конструкции. И хотя официально движение по мосту еще не открыто, наша съемочная группа проехала здесь одной из первых. Протяженность новой конструкции 185 метров. Это 17 бетонных опор, 16 пролетов и 96 армированных плит. Аналогичные мосты уже есть в Оренбургской области. Они выдержали не один натиск стихии. Этот усилили из-за длины. На всех этапах за строительством бдительно следили жители. Работа без выходных. Срок сдачи объекта был запланирован на начало февраля. И каждый этап, допустим, сваи, заливка, потом плиты пошли. Ну, полностью, как положено по этапу. Конечно, дело строительства мы не в лазе. Контроль визуально, допустим, такой велось постоянно. Качественный материал, конечно, он свежий. Тот-то был трубный просто. А здесь уже и армирование полностью шло. Полностью. Большой объем, как говорится, делалось. Подготовительная работа. Ну и забивка. Не кустарным же способом. Алвашкой забивали. Ну, заводской. Кратчайший путь в районный центр или на трассу Оренбург-Илек. Дорога на сельхозугодье. Все через этот мост. В объезды Илека 60 километров по плохой дороге. Через мост 15. Местные жители называют его главной жизненной артерией. Стихия уничтожила переправу. Во время ледохода пострадала конструкция, которая служила людям почти 40 лет. Тогда строительство оплачивали местные жители. Денег хватило на низководный мост. ЧП стало для сельчан трагедией. Жители Нижнеозерного не оставили в беде. Сначала два берега военные соединяют паромом. Но переправа действовала недолго. Сильное течение и снижение уровня воды в реке – основная причина остановки. Вторая попытка – наведение временного понтонного моста. Он действовал до первых заморсков. В конце ноября движение транспорта на подъезде к селу приостановлено. Теперь люди с нетерпением ждут окончания работ и официального открытия моста. Жизненно необходим этот мост. Ну как же, ну потому что мы в Элег ездим, в город ездим. Не там же, где у нас насыпная дорога. Лучше-то по асфальту. И когда скорую вызывают, с Кардоиловки приезжают, а сейчас врач у нас приезжает с Элегой. Один раз в неделю. Это что? Вообще мы оторваны. Так что мост нам нужен. По данным Министерства дорожного строительства области, новый мост обошелся бюджету более чем в 100 миллионов рублей. Подъезд будет открыт 25 января 2019-го. В Главном управлении дорожного хозяйства региона разработали схему организации дорожного движения. Согласно документу, перебраться на другой берег Урала можно будет по одной из полос. На месте появится светофор и дополнительные знаки дорожного движения. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня. Совсем скоро преобразится учреждение в областном центре. Завершается проектирование капитального ремонта областного театра «Кукол», который находится в центре Оренбурга. В течение двух лет его интерьеры будут полностью обновлены. Во дворе планируется строительство дополнительных помещений для мастерских и театрального реквизита. Работы будут проводиться за счет федеральных источников финансирования в рамках года театра, который стартовал по всей стране. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал министр культуры и внешних связей области Евгений Шевченко. Что касается укрепления материально-технической базы, то этот процесс в проработке, этот вопрос в проработке. Но на чем я хочу сделать главный акцент, и я думаю, что это очень порадует как зрителей города Оренбурга, так и Оренбургской области, потому что это один из самых любимых и востребованных театров. Старейший театр Оренбуржья, театр кукол, областной театр кукол, который вошел в национальный проект культура с точки зрения проведения большого капитального ремонта, большого обновления. Мы все, заходя в театр кукол, говорим о том, что, конечно, не так должен выглядеть детский театр. Дети должны попадать в сказку. Вот благодаря федеральным деньгам, федеральному финансированию и областным деньгам, областным средствам. Это мечта, это задумка. И я думаю, что в ближайшие годы притворится в жизнь. Сейчас заканчивается уже финальная стадия проектирования театра кукол. И в 2020-2021 году мы приступаем к активной фазе большого капитального ремонта любимейшего и старейшего театра Оренбуржья. Наши коллеги удостоены премии губернатора. Сегодня в Оренбурге наградят лауреатов областного творческого конкурса журналистов. Награды вручит глава региона Юрий Берг. Мероприятие пройдет в Зале торжеств правительства области. В числе награжденных – журналисты, редакторы, режиссеры и операторы телеканала ОРТ. Ежегодно в конкурсе участвуют сотни представителей средств массовой информации из различных городов и районов Оренбуржья. Также премией будут отмечены фотокорреспонденты, дизайнеры, руководители интернет-СМИ, редакции. Церемония награждения приурочена к празднику Дню российской печати, отмечался который 13 января. Сегодня в областной филармонии пройдет концерт, посвященный творчеству Вадимира Высоцкого. Он приурочен ко Дню рождения известного артиста. В этом году ему исполнился бы 81 год. Парус купола, если друг оказался вдруг. Здесь лапы уели и дрожат на весу. Музыканты исполняют произведения легендарного барда, на которых выросло не одно поколение россиян. Владимир Высоцкий стал культовой личностью. Его песни знают наизусть тысячи поклонников. Немало их и в Оренбуржье. Кстати, с нашей областью связан один из эпизодов жизни барда. Во время войны вместе со своей мамой они жили в Бузулукском районе в селе Воронцовка. Вертинский, Лещенко и Пугачева в исполнении 9-летнего арчанина. Юный музыкант уже покорил восточную столицу. Мальчик не только поет, но и играет на двух музыкальных инструментах. И более того, пишет авторские песни о родном городе. На одном из занятий побывали наши коллеги. Что вдохновляет маленького гения, расскажем прямо сейчас. Магнолия в тропической лазуре, вы любите меня. Танго-магнолия в исполнении 9-летнего Ярослава Залесского. Произведения Вертинского входят в список лучших по версии юного музыканта. Именно с них во многом и началась его карьера. Современные песни мне никогда не нравились. Только старые. И тогда я захотел петь. Но вначале я пародировалась. Лещенко, Леонтьев, Пугачева. В его репертуаре весь свет советской эстрады. Музыкой он занимается профессионально. Уже два года мальчик в коллективе «Поющие ангелы». Не так давно педагоги раскрыли еще один талант ребенка. Ярослав сам пишет песни. Среди них есть и хит о родном городе. Ой, город, ой, сияйте, как звезда. Не разучи ничто и никогда. С тобой меня, с тобой меня. Песня – это четко куплет, припев. Ну, какие-то еще могут быть формы. Вступление пара-рурам-пам-пам-пам-бара. Поэты ни куплет, ни припев. И вот что меня удивило при встрече с Ярославом, именно то, что он пишет песни. Это совершенно неожиданно получилось. Неожиданное увлечение превратилось в серьезное творчество. Уже в этом году коллектив «Поющие ангелы» исполнит песню Ярослава на одном из крупнейших фестивалей региона. Обильный край благословенный. Я сам решила начать писать песни. А вот как мне это в голову, я даже сам не понимаю, как я начала это делать. И мне просто началась нравиться музыка, и вместе с тем пришла любовь к поэзии. Юный музыкант не планирует останавливаться на достигнутом. И чтобы расширить диапазон своего творчества, начал осваивать еще один музыкальный инструмент. Дополнением привычному синтезатору стала виолончель. Алина Волохова, Мария Ивченко, Николай Баранников. Новости дня. Это новости дня. Мы продолжаем. Сотрудники ФСБ пресекли незаконный ввоз кондитерских изделий. Более трех тонн санкционной продукции пытались перевезти через границу под видом конфет из Казахстана. Сотрудниками пограничного управления ФСБ был остановлен автомобиль «ГАЗ», который пытался пересечь государственную границу. В кузове автомобиля находились картонные коробки. Согласно маркировке, это сладости производства соседней республики. Однако в ходе проверки сотрудникам пограничного управления удалось установить истинное происхождение продукции. В ходе проведенного таможенного досмотра в данных картонных коробках выявлены кондитерские изделия, произведенные в Украине. Общий вес товара составил более трех тонн. При этом сопроводительных документов водитель не имел. Вся санкционная продукция изъята. Товар передали сотрудникам мобильной группы Оренбургской таможни для проведения разбирательства. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении. Разбойное нападение на салон связи в Оренбурге. Угрожая продавцу, молодой человек похитил дорогостоящие телефоны известной марки. Личность злоумышленника удалось установить. В отдел полиции из салона связи поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил более десятка дорогостоящих телефонов и деньги из кассы. Позже правоохранителями злоумышленник был задержан. Им оказался 19-летний житель Башкирии. Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе предварительного следствия изъято три мобильных телефона и травматический пистолет. В настоящее время судом Ленинского района города Оренбурга в отношении 19-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкции которой предусматривает максимальный срок заключения до 12 лет. Пешком до девятого этажа. В доме по улице Гомельской Орска уже несколько месяцев не работают лифты. Подняться на верхние этажи стало настоящей проблемой, особенно для семей с маленькими детьми и пожилым людям. Причина – затянувшийся ремонт оборудования. В пятый месяц в 80-м доме на улице Гомельская не работают лифты. Местные жители говорят, настоящим кошмаром это обернулось для инвалидов и пенсионеров. Арчане уже отправили коллективную жалобу в прокуратуру, но проблема до сих пор не решена. Демонтаж лифтов сделали аккуратно, быстро, и на этом вся работа наша встала. Монтажом занимается компания «Высота-43» за счет средств на капитальный ремонт. Лифты установили, но включить их так и не удалось. По словам жильцов дома, комиссия не пропустила работу специалистов из-за недочетов. Они обещают, обещают каждую неделю очень много недостатков, очень много больных. Они не могут, ни скорая, нам не хотят подниматься на 8-9 этажи, даже скорая. Компания «Высота-43» в комментарии пояснила, лифты технически смонтировали 9 января. Но управляющая компания, которая обслуживает дом, выдала замечания. Они не были указаны в смете. Например, при монтажных работах испорчены рисунки на стенах одного из подъездов. Компанию просят вернуть роспись в первоначальный вид. Это далеко не первый проблемный случай с фирмой. Подобная ситуация произошла с жителями 14-го дома на улице Школьной. Тогда комиссии также не разрешили запустить оборудование. К подрядчику было не одно замечание. Так что пока рчанам на улице Гомельской приходится только ждать. Мы не нужны никому, ну помогите. Елена Еремина, Мария Ивченко и Виктор Литовский. Новости дня. В завершении выпуска о спорте из Франции с победой. Блестяще провел первый четвертьфинальный матч Евролиги Оренбургский теннисный клуб «Факел Газпром». В пригороде Парижа наша команда разгромила местный «Понтуаз». Эта пара первой стартовала в плей-офф Евролиги. У соперников старые счеты. Еще в кубке ЕТТУ «Понтуаз» сенсационно выиграл в Оренбурге и выбил наш клуб из розыгрыша. А позже два раза в очном противостоянии отбирал у «Факела» кубок европейских чемпионов. Новый дуэль ожидалась напряженной. Мало кто мог предположить, что у себя дома французы проиграют в сухую. А так и произошло. В стартовом поединке игрок «Факела» Маркас Фрайтас, уступая 0-2 своему сопернику Матиусу Фальку, сумел выиграть три партии подряд. С таким же счетом 3-2 лидер оренбуржцев Дмитрий Овчаров победил француза Тристана Флоре. И довершил дело капитан «Факела» Владимир Самсонов, разгромивший Кэна Кузу 3-0. Этим результатом «Факел» сделал отличную заявку на выход в полуфинал. Ответная встреча в Оренбурге 8 февраля. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. В другой Евролиге, женской баскетбольной, еще один оренбургский клуб выступил не столь удачно. Надежда проиграла в Екатеринбурге местному УГМК. Рассчитывать на победу в гостях у действующего чемпиона Евролиги и России – это верх оптимизма. Тем более, что в этом сезоне УГМК еще ни разу не проиграв ни в Премьер-лиге, ни в Еврокубке. Вот и сейчас сенсации не произошло. На равных соперники действовали только в начале. Первую четверть Екатеринбурженки выиграли несущественно – 20-15. Зато потом их отрыв стал расти и в середине третьего периода достиг 30 очков. После чего фавориты избавили обороты и позволили гостям отпраздновать локальный успех. Вообще, Екатеринбурженки отметили с несколькими яркими отрезками, но соперник был слишком силен. 77-52 – десятая победа лидера группы из десяти возможных. Надежда уступила четвертую строчку таблицы польскому полковице. Борьба за место в плей-офф обостряется. На этом все. О новых событиях смотрите уже в дневном выпуске новостей. В 15.30 моя коллега Алина Волохова расскажет, что интересного произошло в регионе в последний день рабочей недели. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова